Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о объекте, который находится выше магистрали. Но сейчас такое время, все мы хотим выше магистрали по тем или иным причинам, потому что здесь чистый воздух, здесь новые районы, все в таком духе. И это сейчас такая, как бы, мода. Погнали! Вот этот вот беспредел. Заездов там нет. Мандай болвать-то. Да зачем вкладывать в Кыргызстан, ребята? Не знает, как отсюда выехать. Ну человек, который не стоит за словами. А что-то нам решаем. Я говорю, асфальт, дорогу сделай. Уже вот такая дичь творится. На этом канале мы будем говорить про безопасную покупку для себя и инвестицию в недвижимость. Как сохранить свои деньги и не купить кота в мешке. Выпуски каждую неделю. А ты подписывайся, и мы начинаем. Я бы хотел показать одну ситуацию выше магистрали, с которым столкнулся дом, который был построен в 2014 году. Он здесь находится, один из самых первых домов. Мы сейчас встретимся с жителями, они расскажут свою историю, как им здесь прекрасно живется выше магистрали. И чтобы вы тоже имели общую картину, кто хочет купить себе высшие магистрали по Мира. Мы сейчас находимся по Мира. Вон есть один заезд. И про этот заезд мы будем в основном с вами разговаривать. Досмотри это видео до конца, потому что в конце мы озвучим цену. Сколько же инвестиций, сколько миллионов денег не заходит сюда. Потому что есть маленькое нарушение. Международные деньги не заходят сюда, потому что мы с вами не соблюдаем простые СНИПы. Все это начинается вот отсюда. Пойдем. Ребят, мы встречаемся с жителем, который нас позвали. Елена Мухтаровна, одна из инициаторов внутренней группы. И вот они сейчас расскажут, с чем они сталкиваются. Высшие магистрали, элитный райончик. Добрый день всем. Я хотелось бы акцентировать на то, что в 2014 году, когда мы присматривали здесь квартиру, и нам понравился район. В 2014 году? В 2014 году. Одни из первых. Одни из первых. Мы первые заселились, первые здесь сделали ремонт. Да, это была 63-я квартира. Мы прежде чем купить квартиру, посмотрели и генеральную планировку, и посмотрели макет их строительства. Нам все понравилось. Под старость мы хотели гулять по Белинке, по аллее, в тихом, уютном, южном районе города, где чистый воздух, где есть все условия для того, чтобы, в общем-то, счастливо проживать свои пенсионные годы. На это и делалось акцент. Хорошо. Когда смотрели первый проект, все было, жизнеобеспечение было полное, заезд был, проезд был, проход был. То есть мы могли спокойно, ни о чем не думая, жить. Хотя это был единственный дом, который стоял на вот этой части города. Не было еще ни этих домов, ничего не было, ни авангарда не было, ни класса, ни рояло. Это был единственный дом, который был на этой территории. Вы прям... Это нам и нравилось. Сейчас всем тоже нравится. От суеты города мы переехали сюда. Все хотят сюда. Посмотрев проект этого строительства, я как сама, в принципе, я работала в свое время при мэрии горисполкома в ГЛАХ архитектуре, поэтому мне это знакомо. Владею немножко, я умею читать чертежи, я владею немножко информацией, поэтому мне и понравилось. Мы переехали сюда, мы были довольны, счастливы, вплоть до того, что вот пока не началось вот это строительство. Когда началось это строительство, мы столкнулись с такими бедами, как мы не можем вызвать такси, не можем вызвать скорую, не можем вызвать пожарную. Был случай у нас просто такой, что произошел пожар, пожарная не смогла приехать сюда. Скорая не приезжает сюда, через поле, дорогу не знаем, здесь заезда нету, таксисты отказываются приезжать. Мы для того, чтобы куда-то уехать, обегаем всю эту стройку, выбегаем вон туда на Белинку, если таксист нас дождался. Мы люди престарелые в возрасте, у нас у каждого свои хронические болячки, болезни. И бегать вот это вот, обегать все строительство или по полю гнать за булкой хлеба, для нас это неприемлемо. Основная сейчас проблема даже, ну, то, что вы обходите же, правильно? Я понимаю. Мои права нарушаются, потому что у меня нет прохода на главную улицу, мое жизнеобеспечение ограничено. Это самая моя большая проблема. Давайте теперь по решению, что можно было предложить или как можно было это все решить? Потому что строительная команда по-любому строится будет. Там нарушает она, не нарушает. Я вот сейчас вот только, я вот сейчас вот только думала и говорила, что да, все, произошло, строятся. Но есть какие-то альтернативные решения. Вернуться к первоначальному, пускай это АДС-строй вернется к первоначальному проекту, когда вот эта вот часть была проходимой, проезжей, когда она не была закрыта. Вот, это очень важно. То есть у вас есть какой-то документ, который показывает, что изначально были аппетиты другие, а у них было чуть-чуть поменьше, а сейчас аппетиты другие. Ну, у меня документов нету, но когда мы покупали квартиру, мы смотрели генеральную планировку, мы смотрели макет этого строительства. И там было что-то какая-то пристройка? Вот так вот. А, вот, по вот этой, да? П-образной. Все, 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 все. П-образной. А вот это они сейчас уже достроили? Это все было проезжая часть. Просто 2023 год, материалы подорожали, и, видимо, надо ушеденяться. Ну, у кого-то аппетит проснулся во время еды, получается. И я говорю, что наши права, как жители этого дома, немало нас здесь, и дети наши. Площадку посмотрите, во что превратили, детям негде играться. Хотя по нормам. Три с половиной метра на каждого ребенка площадка придворовая, знаете, да? Посчитайте, сколько у нас детей, посчитайте, какая у нас здесь площадка. А еще и будет. А еще и будет. Но они себе сделали вход туда, оказывается, на Белинку. То есть мы как гетто здесь, как резервация оказались. Я понял. Это неприемлемо. То есть все то, что сейчас творится, вот этот вот беспредел, мешает нашему жизнеобеспечению. Может быть, строительные компании сказали, покайфовали, хватит? Были одни из первыми теперь. Я считаю, что они не только наши права как жителей, да, вот, ущемили. Соседи. Тут стройка должна быть, там стройка должна быть. Они весь вот этот вот проезд, транспортный проезд, да, грузовой проезд, они его перекрыли стройкой. То есть народ, те же самые соседи, они тоже не могут дальше продолжать. Вот здесь машина стоит. Как вы сюда добираетесь? Если вот здесь вот, ну, то есть машина нельзя, проехать только человеку пройти. Мы добираемся по полю, по отвалам. То есть вот оттуда, то есть вы с молодежного карта? То есть с душангинки, с душангинки поворачиваем. И по колдоберным приехали, если доехали. А-а-а. А то мы пешочком. Каждый из собственных жалеет свою машину. Конечно. Правильно? Никто на отмашь вот так вот не едет тогда. А, которые, арендованные машины, да, таксисты, они приезжают сюда, но редко кто. Строительство идет, окей, вы заметили, вы к ним по-любому подходили уже, говорили. Говорили. Реакция какая? Ну, ребята отмалчиваются. Вадим отмахнулся, сказал, да, это наша стройка. А это кто такой? Вадим Сергеевич, это тот человек, с которым мы с 2014 года общаемся. Тогда был генеральным директором, была Лариса Александровна. Фамилию, кстати, забыла немножко. Окей. Ну, в силу своего возраста уже. Лариса Александровна. Вадим был у нее, я так поняла, либо коммерческим директором, либо исполнительным директором. А сейчас он кто? Исполнительный директор он или коммерческий директор? Исполнительный директор. Короче, он из этой фирмы. АДС строит, да. АДС строит, здесь был, с нами связь имел только Вадим Сергеевич. И он сейчас говорит, ну, вот так вот. Строимся. Строимся, планы идут, все нормально. Хотя этот Вадим Сергеевич, я вам скажу, очень, не стоящий за своими словами. Если так, очень мягко. Депутат, что ли? Ну, понятно. Ну, человек, который не стоит за словами. То есть, это человек, который умеет хитрить, юлить, уворачиваться, уклоняться. У нас дети играют на вот этих отвалах, потому что здесь нет места играть детям. Посмотрите, какой пандус. Это после того, как они начали строиться здесь, правильно? Да, стройка началась. Это вот уже вот, когда начали возмущаться, что мы там по камням, по гравию уходим, не с коляски пройти ничего. Вот это разве пандус? Ну, для кого-то это пандус, да. Или вот это разве пандус? Вот какая пожарная машина вот по этому пандусу зайдет? Это для пожарной машины сделает. Да, да, да. Вот это вот, попробуйте заехать, называется. За 4 года команда ОСК проверила очень много строительных объектов и вывела одну закономерность. Одну систему, по которой мы с вами, обычные потребители, можем узнать, какая ситуация на данный момент у строительной компании, стоит ли у них покупать, уходят ли они в долгострой или нет. Мы специально для вас, команда ОСК, разработали пакет. В этот пакет входит чек-лист базовых документов, которые вы обязаны спрашивать, когда приходите в офис строительной компании. Помимо этого, мы записали на каждый документ видеообъяснение, как он выглядит, за что он отвечает и плюс еще и кейсы. Мы записали видео-бонус, где мы рассказываем про документы, которые покажут вам, уходит ли строительная компания в долгострой или идет ли по графику. Помимо этого, мы вам дадим доступ к закрытому телеграм-каналу, где будем рассказывать инсайдерскую информацию. И один раз в неделю будем делать созвон, вопросы и ответы. Как получить этот полезный пакет, вы можете, перейдя по ссылке внизу по описанию. Кликайте, переходите, читайте. Вот вы в пенсионном возрасте, да? Вам наверняка... Как вы добираетесь все отсюда? На машине вас внуки забирают или как это все происходит? Да вот Тегерин пьяхо-брасплая. Тегерин пьяхо-брасплая? Тегерин пьяхо-брасплая. Тегерин пьяхо-брасплая. А раньше вот... Как это все можно решить? Вот как вы думаете? Ну, Сот уже выиграл. Вы сказали, что нельзя. Вы думаете, что президент решает? Почему не решает? Ну, не знаю. Но я просто спрашиваю. Президент решает этот секрет. Он дает, что он был. Я надеюсь, что он смотрит наши влоги. Если нет, то подписывайтесь. Я надеюсь, что он смотрит наши влоги. Если нет, то подписывайтесь. А вы сможете, вы можете. Вы имеете полное право. Еще один наш сосед этого дома, который нас позвали. То есть не три человека, у кого мы взяли это интервью. Их много. Мы попросили, чтобы было конструктивно. Взяли основных идейных ребят, кто собирает инициативную группу и рассказывает про боли. У каждого дома должны быть такие инициативные люди, которые решают проблему всего дома. Хотя должны это делать все. Сейчас с тобой уже конструктивно хотелось бы поговорить. Мы сейчас вышли на обратную сторону вашего дома. Откуда вы в основном заезжаете? Да. У вас здесь вот эта дорога есть. Откуда она идет? Она идет от... Ну вот чуть выше Белинки. Здесь заезд налево. Да, да, да. Но чтобы туда повернуть, тебе надо вверх поехать, развернуться. Это вообще неудобно, да. Раньше вот отсюда мы выезжали, никаких проблем не было. То есть как с детьми пешком сразу на пешеходную дорожку, так и на машине. Сейчас, когда закрыли, нужно понимать, что от магистрали по Белинке существовало только два заезда. То есть вот этот вот Кейджи Групп и наш. Точно. Сейчас только один заезд. Помимо этого я прошу показать вот дальше, если посмотреть, за нашим домом построили огромный жилой комплекс строительной компании «Роял». За ним вот Ихлас, тоже огромный жилой комплекс, и между ними еще небоскреб строят, 100 метровый какой-то. И надо понимать, что заездов там нет. Если вы задумаетесь о приобретении квартир, допустим, в этих домах, в первую очередь обратите внимание на подъездные пути. Потому что один заезд уже закрыли, второй через Кейджи Групп, допустим, у нас закрыли, мы вынуждены ездить через Кейджи Групп. Но жильцам этого дома им это не нравится, они уже закрыли парковку камнями. Там очень узкие, вот узкая дорожка на две полосы, на которой еще паркуются. Поток машин, то есть наши машины вынуждены через них ездить, им это не нравится, они закрывают парковку. И тем не менее, вот в этом участке мы постоянно бодаемся за дорогу, но это неудобно. Год тому назад я снимал про объект Южный Ихлас. На данный момент заезда прямого отсюда нету, нужно будет спуститься 200 метров ниже. Вам нужно будет потерпеть, потому что нету заездов, есть только два заезда. Вам нужно спускаться вниз, этот заезд, внизу еще один есть заезд, чтобы заехать к себе туда. Потому что пока что дорогу не пробили. Но мы начали узнавать и нам сказали, что так как это правительственная дорога, здесь нельзя будет условно пробивать где захочешь. Я вам сейчас приведу один пример. Выше вон там есть одно место, где уже подготовили для того, чтобы пробить и встроиться в Южную Магистраль, но там до сих пор стоит перила и нельзя будет еще выехать на эту дорогу. Почему, пока что непонятно. Но уже давно подготовили дорогу, чтобы можно было выезжать, но до сих пор не открыли. Почему, мы не знаем. Вопросом мы задаемся, ну то есть логически, сколько больших, огромных комплексов строится, но неужели будет надежда только на один заезд? Ну это как-то странно. Я думаю, что в будущем по-любому откроются заезды. И с одной стороны это будет хорошо жителям, с другой стороны здесь начнется большое движение, здесь будет каша. Значит вот тот самый проезд, который многообещающий, скоро выйдет на Мира, начнем сказать матово, находится она возле жилого комплекса «Дипломат». Вот эта дорога внушает веру, что в скором времени многие будут выезжать вот так, а там не объезжать. По этой же логике, я думаю, что там тоже не будут проблемы с этим. Я думаю, там тоже сделают эти дороги, чтобы жители вот этих домов, тех, тех, будущих домов могли выезжать. Но как это на самом деле будет, ребят, мы пока не понимаем. Если есть специалист решения вот этих дел, напишите, пожалуйста, в комментариях. Либо позвоните нам и разъясните, какая ситуация здесь ждет будущих жителей. Потому что я уверен, те люди, которые смотрят наши влоги, они, возможно, в будущем будут здесь жить. Может быть, в будущем будут здесь покупать. И вы должны понимать, здесь на данный момент, 2023 год, июль, здесь проблема с заездами. Как вы только сюда заедете, вы будете остро чувствовать эту проблему. А когда они это решат, ребят, возможно, они это решат, но когда, остается вопросом. Либо вы будете год терпеть, либо будете терпеть 10 лет. Тут никто не знает. Только вот этот момент для себя уясните. Если вы с этим согласны, то пожалуйста. Но когда они застраивали, когда они уже огородили, они сказали, согласно глав архитектуре, этого заезда не должно быть. Ну смотри, те люди, которые покупают здесь и вон там, условно, ментально думают, и, возможно, там в отдел продаж говорят, заезды будут. Вот заезды будут в будущее, поверьте. Я сам лично заходил в отдел продаж вот этого жилого комплекса, Роял, в их брошюрах. Ну и сами продажники, они говорили, что в будущем, буквально через года 2-3, здесь будет парк. Вот здесь будет парк. Прошло 2 года. Что изменилось, мы через вот это пыльное пространство просто ездим. Ну, скоро достроятся и начнут с парка. Да. Это 2 года назад, да? Это очень крутой инсайт, ребят, когда менеджеры по продажам, и касается не только вот этой строительной компании, а всех, да? Когда вы начинаете говорить, чтобы вас купили, имейте в виду, что потом вас будет вот так вот напоминать вас, какие вы, и будет страдать от этого строительной компании. Так что вот эта строительная компания, она говорила, что здесь будет парк. Но если сами этого делать не будете, никто этого не будет делать, лучше не скажите, будет пустыня. Ну, будет вот такой заросли, то это будет правда. Да, просто строительные компании сами-то не будут засаживать в парк, правильно? Конечно, тогда не надо говорить. Какой парк? Это же не парк, ребят, здесь же люди не гуляют. То же самое касается вот жилого комплекса Ихлас. У них по проекту, у них по проекту, да? Ну, они как обещали, что улицу Абдрахманова, на которой находится магазин Рахат, многие знают. Да. Эту улицу будут продлевать вот так вот. Но они же сами не будут это делать. Соответственно, ты покупаешь квартиру. Надеешься на других людей, которым когда-то в плане будет. Да, ну, то есть они отсылаются на правительство, что они согласно проекту продлят улицу, но когда это неизвестно. Подождем? Мы же терпеливые. Вот. Подождем лет 15 нормально, а что? Лет 30 терпели, терпеть не. Вот, если про вот этот дом сказать, я заехал в 20-м, и он все еще строился. Просто уже про долгострой будем разговаривать? Ну, ну, вот тоже для примера, да. И вот огороженная стройка, сколько живу, он до меня строился, при мне строится, и вот сегодня я увидел, что они фасад немножко обновили, я такой, о, фасад обновили. Не дай бог, чтобы такое прозвучало, и до меня, и после меня. Да, не дай бог. А вот эта улица тоже же есть, чего вы не радуетесь? Приходится чаще ремонтировать машину и мыть. А, да? Страшная пыль поднимается. Ладно, если бы только легковые ездили, но так как вот здесь правительственная трасса по улице Белинской и очень много строящихся домов, грузовым машинам запрещено ездить по данной трассе, они все ездят по вот этому. То есть мало того, что они ездят, они еще и выкапывают, выбрасывают все вот сюда. То есть вот это все? Это все вот отсюда. Это все вот отсюда, да. Вот это парк? Это парк. Может быть, про вот это парк говорили? Может быть, это типа ассоциации горы? Да, может быть, горный сноубординг. У нас дом, мы платим воду, допустим, как юрлица. Он уже сдан в эксплуатацию. Да, он сдан в эксплуатацию, так как после завершения строительства был высокий долг застройщика водоканалу. Да, это на вас раскидали. Мы просто сказали, у нас вот огромный долг, поэтому давайте пока платите по коммерческому тарифу. Сколько выходит за воду? Как минимум 300 сомов в месяц. 300 сомов, только вода? Только вода. У меня три счетчика, я каждый месяц фотографирую, отправляю, даже не домкому, Вадиму. А, вот, прикольно. И он решает? Он считает, как я понял, наш застройщик, он не смог достроить дом. В итоге продал эту вот оставшуюся землю другим застройщикам. Когда мы вот этим новым застройщикам предъявляем, мы говорим, что вот, а почему у нас там тариф коммерческий заводу? Они говорят, а мы не имеем к этому отношения. Мы же ваш дом не строили. Ну да. Вот такая схема. Еще что хочу сказать. Они когда пришли, стали застраиваться, ну они изначально хотели очень, ну они хотели договориться. Они собрали нас, сказали, давайте. Чай и кофе? Ну да. Они говорят, что вы хотите? Естественно, говорю, мы хотим проезд. Они говорят, ну, его не будет. Вертолетную площадку можем? Да, мы говорим, ну мы хотим тогда пешеходный проезд. Ну мы с коляской, мы очень много семейных. Они говорят, ну он будет, но когда мы закончим. Ну то есть будет арка, вот там проходите. Мы говорим, блин, нам это неудобно, нам как-то надо. Ну мы стали возмущаться, они говорят, хорошо, что хотите, список составьте. Мы составили список, сказали там. Что в список? Ну в первую очередь мы сказали проезд. Проезд. Они сказали, мы вам вот здесь вот сделаем дорогу. Я уточнял тогда асфальт. Он сказал дорогу. Я говорю асфальт, он говорит, дорогу сделаем, сделаем. То есть очень вот так. И я потом так и подозревал, я говорю, слушайте, ну понятие дорога, это же не асфальт. Ну он как бы, он сам же не озвучил, что асфальт. В результате вот здесь просто насыпали щебня. Ну вот это вот. Он обещал же? Обещал, сделал, да. Мужик? Да, исправили нам там в подъезде освещение, там крышу где-то что-то подлтали, ну по требованию домкома. Но вот эта дорога, она про машины молчу. Я уже сказал, что там соседи стали возмущаться, пыль стала подниматься. Но коляски, вот когда очень густо щебня насыпано, коляски невозможно толкать, потому что это похоже, как будто бы ты землю бороздишь. Как будто бы ты вот просто вспахиваешь землю, короче. Ну вот такое ощущение. Розович, вопрос к вам. Еще какие претензии, помимо того, что заезд затруднен, проблема с выездами, с каким еще проблемой вы сталкиваетесь? У нас услуга с завода, это коммерческая, то есть мы платим как юридическое лицо. Дороже, да? Да, конечно, это дороже. Получается почти на два раза вот у меня еще имеется частный дом, мы там платим как обычный, вот через Бишкия-Квадак. Канал, а тут уже двойной тариф. Сколько, если не секрет, выходит у вас? Сколько комнатная у вас квартира? У меня двухкомнатная квартира. Двухкомнатная, сколько выходит за воду? Смотрите, у нас двое только прописан, то есть мы живем два человека только, а на месяц у меня где-то 300-300, 20 сомов. 320 где-то так вот. Все, понял, спасибо. Вот только что таксист ко мне подъехал, спрашивает, как проехать отсюда, как проехать? Каждый первый таксист не знает, как отсюда выехать. Говорит, пыль поднял. Э, байки потом налево, за мусорками налево. Мы проговорили про проблемы, то, что нет въезда, выезда. Какие дальнейшие действия есть или какие-то результаты? Мэрия отозвала ранее выданные документы, но они продолжают строиться. Они залили уже бетон, несмотря на все наши усилия. Мы написали заявление инспектору архстройконтроля, что незаконно ведется стройка. Получается, дальше продолжается стройка. Но они что приняли? Вот вы написали, они сказали, да, подтверждаем, нельзя строиться или что? Они нам ничего не ответили. Они, получается, да, мы посмотрим, у них есть все документы. Одна сторона говорит, да, у нас есть все документы, разрешение, но по факту, получается, все отозвали. А мэрия отозвала, да? Да, мэрия отозвала. Мы этот документ вот сюда сейчас покажем. Вы видите движение после этого, да? Да, мы видео выкладывали в Акипресс, попросили, что они дальше продолжают строиться. И они даже под утро хотели приехать залить бетон. Мы были против, потому что они хотели приехать в субботу, в воскресенье. Мы сказали, народ с открытыми окнами, вы собираетесь 5-6 утра приехать. Это незаконно, во-первых. Они начинают с 8-8.30 строиться до поздна, до 8-9. У нас тут дети играют, окна открыты, невозможно спать просто. Никаких условий, ни заезда. У нас даже вот стройка продолжается, дети бегают, машины постоянно. Если что-то случится, кто за это будет нести ответственность просто? У нас элементарно не может Азалых заехать. И мы стоим около недели с этим мусором. У нас появились крысы. Это все рядом. Так у нас еще и змеи появились. Да ладно. Стройка началась, вот это все начало трястись. Я не знаю откуда, но у нас появились во дворе змеи. Где дети играют, это идиотизм просто. Это же невыносимо, как так? Это же опасно. Смотрите, тут такая палка двух концов. Я за то, что когда вы брали, вы знали, что будет п-образное. Вы знали, что будет какая-то стройка тама. Понятное дело, что вы не знали, когда она закончится. Это один момент. Но второй момент. Они по-любому, когда начали бы строиться, крысы эти бы выбегали. Был бы этот момент по-любому. То есть от этого не избежать. А то, что они достроились и чуть вытянули вот эту тему, это, конечно, уже вопрос к ним. В 17-18 году покупали квартиры. Им даже никто не говорил и не показывал этого. Они не в курсе того, что должна была быть стройка или должен быть еще достраиваться дом. У вас сохранились брошюры? Нет. То, что вам предлагали, то, что вам предлагали. Нет, к сожалению, этого нет. Я ездила в офис и в офисе видела. И макет этого строительства. И я первоначальный, все проектную документацию смотрела я тогда. Был П-образный дом. Это были мы первые. А потом уже кому продали? Потом люди, которые заезжали в 17-м, 18-м, 19-м и так далее. Говорят Г-образный, да? Вообще ни о каком строительстве речи не шло. То есть мы думали, по истечении времени, раз они остановили, уже людей заселили, поэтому никакой стройки не будет. Потому что люди заселены. 85% тогда уже было заселено, когда они начали говорить о том, что будет строиться. Саламастар, вы Кыргыз-элим. Без нелкоды качан был мизам скурлыштар. Мен, нөзім, мишенем. Без нөзімер нүрдан орунтаев, ка кайрулы джазаам гелуатат. Сіз гопиштерд джазаатас Кыргызстанда. Мизам с семилерден барынтен түрттүріп. Без үчін айвай жахштерд джазаатас. Біз дайсізге ешеневіз. Без мизам скурлғалтқан, мүкілішті геліп өзіміз. Итак, ребят, продолжаем с вами изучать эту историю, помимо жителей, которые живут здесь очень давно Здесь у нас еще один момент, кто проезжал по магистрали, с левой стороны замечали вот такие вывески и огороженные площадки Оказывается, здесь будет бизнес-центр, и с этой стороны, с бизнес-центра, с компанией, которая хочет здесь построиться в будущем, что-то, сейчас узнаем Есть тоже некие обращения к тем ребятам, которые строятся, и они тоже, видимо, что-то нарушают, по их мнению Так, давайте узнаем, здравствуйте, вас зовут еще раз Меня зовут Аделя, я являюсь представителем компании Serial Estate То есть, это компания, вот то, что мы видим в вывеске, это не относится к этому, то есть, это вообще другая тема, да? То есть, вы как организация, на вашем счету земля, вы разрешительные документы все делаете Да, все И строите, то есть, будет здесь, что будет? Раскройте тайну Наша компания работает с 2015 года Мы привлекли инвестиции на строительство Международного финансового центра До сегодняшнего дня, как вы сказали, мы занимались приобретением участков, получением разрешительной документации Касательно соседнего участка, о котором идет речь, мы наблюдаем нарушения строительных норм К нами было сделано обращение в соответствующие органы Есть уже постановление мэрии о том, что, о приостановлении строительства на данном участке Второй момент, Бишкек глава архитектуры уже отозвала разрешение на строительство на данный объект И отозвала рабочий проект По сути, в настоящее время данное строительство, которое ведется на этом участке, оно является незаконным То есть, есть документы, которые мы сейчас предоставим и вот здесь вот покажем Оказывается, есть запрет от глав архитектуры, что нельзя строиться, что там есть какие-то нарушения Да, нарушения в части соблюдения дистанции 3 метра от границ земельного участка Всего лишь 3 метра? И 6 метров навесных конструкций Также в организации добровольных сервитутов Потому что нарушаются права, прежде всего, жителей Нарушаются нормы инсоляции И нарушаются нормы по проезду пожарных машин На основании этого было абсолютно законное решение мэрии о приостановлении данного строительства Ну, смотрите, мы говорим про сервитут со стороны компании или со стороны жителей? Все, как бы, близлежащие объекты, они должны организовать добровольный сервитут Но это вас тоже касается? Да Для вас, как я понимаю, основная часть это, чтобы пожарная машина могла проехать легко и просто Не задевая там определенные, соблюдая, значит, дистанцию Ну, скажем так, все нормы должны быть соблюдены Они не соблюдают, и из-за этого им запретили То есть из-за этого их сегодня там и нету В будущем здесь будет... Когда построиться? Потому что я сколько лет здесь проезжаю, до сих пор строится? Такие проекты, они всегда достаточно, скажем так, долгосрочные Планируемый срок реализации 2-3 года Но сейчас это также мешает нашему процессу строительства Поэтому мы тоже заинтересованы в том, чтобы все соседние участки, они были построены с соблюдением строительных норм Потому что это вот здесь будут работать международные организации, банки в том числе Вот здесь хотел бы добавить один момент, изучая вот этот рынок недвижимости Вот когда ты видишь, как относятся строительные компании местные И строительные компании, ну, кто хочет заказать условно проект какой-то у нас в Кыргызстане Они соблюдают какие-то свои законы, международные стандарты И всегда у них процесс чуть-чуть дольше подготовки Они очень тщательно подготавливают документы Потом изучают землю, все остальные, все остальные снипы И после этого начинают строиться Потому что, как я говорил в других своих видео, почему многие зарубежные фирмы не заходят на наш рынок Потому что у нас не соблюдены обычные нормы, да И чтобы международные какие-то компании зашли к нам, нужно соблюдать эти нормы А чтобы соблюдать эти нормы, нужно их вначале прописать и потом их установить И это занимает очень много времени А другие объекты, которые здесь местные, говорят А погнали, а что там решаем? Поднимая эту тему, постоянно параллельно строительство Мы сталкиваемся с вот этим, что вначале разрешают, а потом оказывается, нельзя вам строиться Так кто давал разрешение это? Короче, это просто остается вопросом Садайтесь вопросом, напишите в комментариях, кто дает разрешение, а потом запрещает их Очень интересно Данная ситуация, она задерживает наш проект Потому что, если данный вопрос будет решен, это требует пересмотра нашего архитектурного проекта Это опять-таки создает не очень хорошую картину для наших инвесторов Потому что наш архитектурный проект, он тоже влияет с точки зрения безопасности, с точки зрения общего дизайна В настоящий момент это не очень хорошее впечатление складывается у наших инвесторов Инвесторы заграничные, правильно? Смотрите, мы сейчас там поговорили, что это плохо и хорошо, но нам нужны сухие цифры Потому что мы, зрители, любим цифры Скажите, пожалуйста, какое примерное количество денег рассчитывается инвестиция в Кыргызстан? Я же понимаю, это зарубежные деньги? Если здесь все нормальный объект будет, то эти деньги привлекутся в Кыргызстан О каких масштабах идет речь? Изучая рынок недвижимости более 4 лет, мы с командой поняли, что квартиру можно купить не только безопасно, но еще и на этом заработать Мы сейчас не говорим про проекты, которые берешь с котлована, потом продаешь ПСО, делаешь ремонт Нет, мы говорим про более доходные инвестиционные проекты, где доходность составляет от 12% до 50% годовых Но есть одно но Вы должны понимать, что инвестиция равно риски Чем больше доходность, тем больше рисков Что хочется сказать, что таких инвестиционных проектов очень-очень много Но до нас с вами, обычных покупателей, такие варианты не доходят Изучая этот рынок, я понимаю, что нам нужно собраться маленькими частями и создать большую группу, чтобы заходить в такие проекты, где есть доходность от 12% до 50% Мы команда ОСК, чтобы вам предлагать эти проекты, изучаем их документы, репутацию и финансовую модель Если вы хотите узнать подробности о инвестиционных проектах, мы оставим контактный номер в описании Звоните, пишите, увидимся Наши инвесторы, они уже имеют опыт строительства подобных объектов в Европе и других регионах Здесь планируется построить финансовый центр общей площадью 52 тысяч квадратных метров Объем инвестиций свыше 45 миллионов долларов США Свыше, то есть не ниже, больше? Да, не менее Также предусмотрена трехуровневая парковка на 400 автомобилей Трехуровневая, прикольно Кафе, ну и соответственно сопутствующая инфраструктура Кафе, рестораны, все, что необходимо для хорошего финансового центра Окей, ну вот мы с вами услышали, что свыше 45 миллионов долларов не может зайти сюда Потому что там есть какие-то несоблюдения правил по снипам Было бы хорошо исправить это и ждать инвестиций Потому что я уверен, что эти инвестиции коснутся всех Заработная плата у кого-то появится, движение, эти деньги в оборот Ну и все в таком духе, короче, думаю, что это наоборот очень круто Но из-за того, что мы с вами вот такие маленькие какие-то снипы не соблюдаем Обычной стройки, то мы потом все с вами вместе страдаем Говорим, вот как плохо у нас жить Так вот, ребят, обратно возвращаясь к нашим разрешительным документам Когда мы даем эти разрешительные документы, не учитывая определенные снипы Которые говорят, потом порешается Международные компании не согласны на это Они говорят, нет, надо строиться именно так, по таким правилам Потому что мы не зайдем, не дадим вам деньги Потому что потом у меня будут проблемы Вот вам наглядный пример Я надеюсь, что все здесь нормально будет Но таких случаев, я же уверен, их много Где-то человек говорит, давай на развитие Кыргызстана Давай дадим денежку и заработаем все вместе А у нас происходит вот такая ситуация Он говорит, да зачем вкладывать в Кыргызстан, ребята Там же беспредел, ну не словно определенные моменты Давай не беспредел, определенные моменты закрывают глаза Вот так будет правильно, я думаю Так что, ребят, вот вам определенный кейс Которые 2015 года, они потихоньку, степ-бай-степ Все готовят, делают Сейчас 2023 год, 8 лет один проект 8 лет, окей, хорошо, мы сказали, что ой, плохо Ой, хорошо, мы любим такие В Кыргызстане, говорят, это плохо, это подорожало Ну такие, да, решение какое? Что мы можем сделать? Окей, вот такая ситуация есть, что делать? Как я ранее сказала, абсолютно очевидно, что данное строительство в настоящий момент является незаконным Есть соответствующие решения На самом деле нужно просто, чтобы ответственные государственные органы Исполняли свои функции Потому что речь идет о правонарушении Должна быть дана соответствующая правовая оценка компетентными органами Вот дальнейшем, смотрите, вот запрет дали, окей, хорошо Кто дальше должен следить? Какой госорган? Или кто должен следить за этим процессом? Жители жалуются, что они продолжают стройку Вот запретили, а они продолжают стройку То есть кто должен за этим следить? Как вы думаете? Здесь на самом деле мэрия, бичкеглах архитектура Но это уже компетенции правоохранительных органов Наверное, обращение к ним Пожалуйста, обратите внимание Посмотрите, может быть это для вас важно, может быть не важно По своей оценке, шкале значимости определите И знаете, что есть такой момент, который очень печально влияет для всех нас Это точно Потому что высшие магистрали, это перспективный район А уже вот такая дичь творится Так что обратите внимание Было бы хорошо, что все жили в законе Чтобы у всех было все нормально, в достатке Все остальное Так что прецедент был найден Прецедент попросили госорган запретить, а не запретили А что будет дальше, будем посмотреть Давайте с вами подытожим Эта ситуация происходит прямо сейчас В высшей магистрали по Мира Вверх и с левой стороны Левая сторона сейчас активно застраивается до объекта Ихлас Южный Так что если вы выбираете в той части города Имейте в виду, что вам нужно будет задаться вопросом О комфортном заезде на машине до вашего дома Второй момент, который хотелось бы обсудить Это та строительная компания, которая получила запрет от мэрии прекращения стройки Мы не получили от них ни звонка, ни сообщения, ни объяснений их ситуации Хотя мы открыты, пожалуйста, звоните, объясните Возможно мы что-то упустили Мы готовы, пусть люди знают реальную картину И в конце, ребята, подписывайся на этот канал Ставь лайки, балл лайки Пиши в комментариях, какой район для тебя является самым крутым в Бишкеке Куда бы вы хотели переехать и почему Мы обязательно прочитаем все ваши комментарии Все, ребята, увидимся в следующем влоге Пока